Субтитры создавал DimaTorzok Я просто хочу начать с самого начала, с дома. Я жила тут до 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. В почтовом ящике я нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Я не была здесь со дня похорон моего брата Льюиса. Моя мать оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. Может она думала, что я сама догадаюсь, или считала, что с собой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться. Машины сюда очень давно не заезжали, но я заметила несколько отпечатков копыт. Правда в том, что даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, а ответы знал только дом. Дом был в точности таким, как я его запомнила, и каким он мне снился. Трансноватый такой домик. Говорится, в жопу, в жопу такое наследство. Детский дом вызывал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Однажды я спросила Эдю о драконе к пруду, и она ответила, что он убил ее мужа. Мне было шесть лет, и тогда это прозвучало как странная шутка. Теперь, когда мне уже семнадцать, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. Дом меня пугал. Я надеялась, что это ключ от парадной двери, но он не подошел. Я заглянула внутрь, и мне почудилось, будто даже дом ждет меня. Понятно, он ждет, а как куда попасть? Или через подвал, или через гараж. Подпишись на двери, это было гораздо легче. Подпишись на двери, я не знаю, что здесь было. Я не знаю, что здесь было. В 11 лет я перейти в эту дверцу, это было намного легче. электричество отключили в ту ночь когда мы уехали ничего 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 интересного нет впервые за несколько лет я чувствовала себя чем-то она чувствовала на столе был тот беспорядок какой мы оставили перед отъездом набит совершенно обычный дом просто слишком много будто улыбка когда видны сразу все зубы even the fireplace had a story история была даже у камин ну подожди я не прочитал как своя история была даже у камина понятно торопиться в ней нельзя в этой игрушке дедушка своим делал для барбару музыкальную шкатулку как и все остальное в доме мама строго нас так запрещала мне даже заглядывать в подвал так что мне ничуть не не удивилась что ключ не подошел много чего осталось от того бурного последнего дня нифига себе двери заварили и пеной залили однажды я сказала мне что каждый из когда-либо живших пинчи погребен где-нибудь в библиотеке я хочу проехаться мама заперлась в спальне после того как пропал милдор в отместку иди просверлила дверные голоски я часто играла в комнате двоюродного дедушки наверное мама порой жалела что не заперла и и луис рассказывал мне о тайных ходах но я ему не верила книжку открыли как выяснилось моя мама хорошо умела хранить секреты настало время узнать чего же так боялась моя мама сейчас глядя со стороны может показаться что у меня был план но я не знала что за той дверью я вообще понятия не имела к чему все это может привести в детстве я часто заглядывала в комнату моли через дверной глазок 12 декабря сорок седьмого года серого дневник меня скоро не станет но я хочу рассказать кому то что произойдет все началось когда мама отправила меня спать без ужина я проснулась очень голодная начала искать чтобы съесть корм для хомячка высох но еще отживался там же какашки хомячковые мне уже можно выйти малышка уже поздно ложись спать какая жестокая мать рыбку может сидим а дело даже я подумала о съемке кристофера но передумала все бросаем кристофера так как туда пройти решает лошадь мешает туалет попьем зубную пасту я все ела и ела в детстве казалось что это вкусно есть зубную пасту той ночью я много чего съела они же не настоящие девочка у тебя будет болеть живот о где птица тут я услышала за окном чириканье это ласточка возвращалась в свое гнездо я потянулась к ней и вдруг и вдруг я стала кошкой я была осторожной но птица очень испугалась мама с папой меня даже не заметили я прыгнула и почти поймала ее как запрыгнуть на стол она уже начала уставать дерево залезла на большое дерево я обещала папе не лазь но сейчас мне надо было поймать птицу я съела ее и вдруг я стала с собой сначала был только ветер а потом я услышала как в траве я постукиваю чьи-то зубы чьи зубы нет заяц я не понял поймал я его или нет да я посмотрел на него и представила как он видит меня и мои копки я проглотил его целиком и полетела искать добычу побольше что здесь есть а мама еще заяц что не поймал я конечно не понял как я в первый раз поймал в первый раз как-то само поймал я поймал и Да что такое? Назад! Я научусь зайцев ловить. Ну где зайцы? О! Да что такое? Да как же? Так, смотрим, нападаем. Вот таки оп, хватаем. Зайцы! Да чёрт, фиг. Как их ловить-то? Нет. Ну честно. Чё как сложно? Я не пойму, какие кнопки нажимать, чтобы поймать. Сам он ловится или не сам? Чё-чё-чё-то происходит? Так, летим за большим зайцем. Летим, 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 летим. Да твою бога душу. Короче, на сегодня закончим первое изучение. Я пойду учиться ловить зайцев. Увидимся.